Цены образования на различных типах рынков. 1. Типы рыночных структур и их характеристика. Перед рассмотрением методик ценообразования рассмотрим типы рынков, каждый из которых ставит свои проблемы в области ценообразования и от которых зависит ценовая политика продавца. 2. Чистая конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополистическая конкуренция, чистая монополия. 3. Рынок чистой конкуренции состоит из множества продавцов и покупателей какого-либо схожего товарного продукта. 4. Ни один отдельный покупатель или продавец не оказывает большого влияния на уровень текущих рыночных цен товара. Продавец не в состоянии запросить цену выше рыночной, поскольку покупатели могут свободно приобрести любое необходимое им количество товара по этой рыночной цене. 5. Не будут продавцы запрашивать и цену ниже рыночной, поскольку могут продать все, что нужно по существующей рыночной цене. 6. Продавцы на этих рынках не тратят много времени на разработку стратегии маркетинга, ибо до тех пор, пока рынок остается рынком, чистой конкуренции, роль маркетинговых исследований, деятельности по разработке товара, политике цен, рекламы, стимулирования сбыта и прочих мероприятий минимальна. 7. Рынок монополистической конкуренции состоит из множества покупателей и продавцов, совершающих сделки не по единой рыночной цене, а в широком диапазоне цен. 8. Наличие диапазона цен объясняется способностью продавцов предложить покупателям разные варианты товаров. Реальные изделия могут отличаться друг от друга качеством, свойствами и внешним оформлением. 9. Различия могут заключаться и в сопутствующих товарах в услугах. Покупатели видят разницу в предложениях и готовы платить за товары по-разному. 10. Чтобы выделиться чем-то, помимо цены, продавцы стремятся разработать разные предложения для разных потребительских сегментов и широко пользуются практикой присвоения товаров марочных названий рекламной и методами личной продажи. 10. В связи с наличием большого числа конкурентов, стратегии их маркетинга оказывают на каждую отдельную фирму меньшее влияние, чем в условиях олигополистического рынка. 11. Олигополистический рынок состоит из небольшого числа продавцов, весьма чувствительных к политике ценообразования и маркетинговым стратегиям друг друга. 12. Товары могут быть схожими, например, сталь, алюминий, а могут быть и не схожими – автомобили и компьютеры. 13. Наибольшее количество продавцов объясняется тем, что новым претендентам трудно проникнуть на этот рынок. 14. Каждый продавец чутко реагирует на стратегию и действия конкурентов. 14. Если какая-то столетейная компания снизит свои цены на 10%, покупатели быстро переключатся на этого поставщика. 15. Другим производителям стали придется реагировать либо тоже снижением цен, либо предложением большего числа или объема услуг. 15. Олигополист никогда не испытывает уверенности, что может добиться какого-то долговременного результата за счет снижения цен. 16. С другой стороны, если Олигополист повысит цены, конкуренты могут не последовать его примеру. 17. И тогда ему придется либо возвращаться к прежним ценам, либо рисковать потерей клиентуры в пользу конкурентов. 17. Структура рынка и ценообразование. 18. Структура рынка – это характерные черты рынка, к числу которых относятся количество и размер фирм, находящихся на рынке, 18. Степень сходства или различия товаров разных фирм, легкость входа на рынок новых продавцов и выхода из него, 19. Доступность рыночной информации. 19. Типы рынка. 20. Рынок совершенной чистой конкуренции, рынок монополистической конкуренции, рынок олигополистической конкуренции и рынок чистой монополии. 21. Ценообразование в условиях совершенной конкуренции. 21. Данные рынки предоставляют собой идеальные абстрактные модели рыночных структур, которых в реальной практике не существует. 22. Монополистическая конкуренция и олигополия являются характерным для большинства рынков. 23. Рынок чистой конкуренции характеризуется наличием множества фирм, когда ни одна из них не может оказать значительного влияния на уровень текущих цен, 24. Так как каждый принадлежит небольшой доле рынка, односторонностью и взаимозавиняемостью конкурирующих товаров, отсутствием ценовых ограничений, 25. Полной свободой входа на рынок и ухода с него. 25. В условиях рынка чистой конкуренции ни одна фирма на рынке не играет заметной роли в ценообразовании, а цены складываются под воздействием спроса и предложения. 26. Рынков чистой конкуренции очень много. Сюда следует отнести, кроме сельского хозяйства, международный рынок пшеницы, леса, руд цветных металлов. 27. Ценообразование в условиях монополистической конкуренции. 28. Рынок монополистической конкуренции состоит из многих фирм, полагающих свои товары по ценам, колеблющимся в большом диапазоне. 29. Продукция не вполне взаимозаменяемая и отличается не только физическим характеристическим качеством оформления, но и потребительским предпочтением. 30. Разница между изделиями оправдывает широкий диапазон цен. 31. Примером рынка монополистической конкуренции является производство одежды, безалкогольных напитков, стирального порошка, обычной техники компьютеров. 31. В условиях рынка монополистической конкуренции фирма становится как бы монополистом своей марки товара. 32. При этом, благодаря рекламе, некоторые покупатели предпочитают шоколад Сникерс вместо шоколада Бабаевский или зубную пасту Колгейт вместо Тарадент, так как они считают, что этот товар отличается от своих собратьев лучшим составом, свойствами и т.д. 33. Рынку монополистической конкуренции присущи черты, как острая конкурентная борьба между фирмами, 34. Дифференциация товаров за счет реализации в свойствах оказания неодинаковых дополнительных услуг и легкость в проникновении на рынок. 35. Основные методы ценообразования в рынке олигополистической конкуренции. 36. Рынок олигополистической конкуренции возникает между немногими крупными фирмами, товары которых могут быть как однородными и взаимозаменяемыми, как, например, сталь, одежда, пластмассы, так и отличными друг от друга, как, например, электротехника или автомобили, на такой рынок новой фирме проникнуть очень сложно. 36. Существование олигополии связано с ограничениями входа на данный рынок. 37. Одно из них – необходимость значительных капиталовложений для создания предприятия в связи с крупномасштабным производством олигополистических фирм. 38. Сегодня общепризнано, что эффективным может быть предприятие, производящее не менее 500 тысяч легковых автомобилей, выплавляющее не менее 2,5 млн тонн стали и т.д. 39. Участники рынка олигополистической конкуренции используют неценовые методы конкурентной борьбы, техническое превосходство, качество и надежность изделия, методы сбыта, характер предоставляемых услуг и гарантий, рекламу, экономический шпионаж. 40. В условиях рынка олигополистической конкуренции производители могут договариваться о сотрудничестве и заключать соглашение о дележке рынка. 41. Карательное соглашение. 42. Картельное соглашение. 43. Картель – это соглашение нескольких предприятий, устанавливающее для всех участников объем производства цены на товар, разграничение рынков сбыта и долю, т.е. квоту каждого участника в общем объеме производства и сбыта. 43. Классическим примером образования и существования карательного соглашения является, например, организация стран-экспортеров нефти, которая в разные периоды своей истории контролировала от 25 до 60% производства нефти индустриальных стран. 44. В условиях рынка олигополистической конкуренции применяется множество стратегий ценообразования. Координация цен заключается в том, что компании калькулируют издержки по унифицированным статьям, рассчитывают прибыль и устанавливают цены. 45. Ценовые стратегии на рынке чистой монополии. 46. На рынке чистой монополии господствует только один продавец. Это может быть частная фирма или государственная организация. 47. Используя государственную монополию, можно резко увеличить потребление товара теми группами населения, которые не в состоянии его купить за полную стоимость. 48. Частная фирма. Эта монополист сама устанавливает цены на свою продукцию, нисколько не ориентируясь на ценовую политику других фирм. 49. Ценовые стратегии, осуществляемые фирмой, строятся на принципе ценовой дискриминации. 50. Дискриминационные цены существуют в разных формах. 51. По группам покупателей, то есть разным группам покупателей один и тот же товар или услуга продаются по разным ценам. 52. По варианту товара или услуга, когда разные варианты товаров и услуг продаются по различным ценам без учета разницы в затратах. 53. По территории товар реализуется в разных местах по разным ценам, несмотря на то, что издержки, связанные с доставкой, одинаковы. 54. И по времени, когда цена на товары и услуги различны по сезонам, месяцам, дням, неделе и времени суток. 55. Времени суток. 56. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова